Так, ну что, добрый, добрый день, друзья, добрый день. Закончился мой векейшн, закончился мой отпуск. Сегодня у нас уже 7 августа. 7 августа и сегодня у нас вторник. Сегодня поехал, я загрузился. Забрал я сегодня 7 машин. Вот она моя лошадка. Я вот здесь уже почти дома. Городочек называется Лодай. И встретил я здесь вот Балюка Classic Rulli. Только что мы заправились, он заправился, я заправился. И вот эти же вот здесь наклеивают команд ностальгия. В общем, вот эта валюта Кенларк. 900-ый, такой как у батюшки. Но у батюшки идет он там в студию с луком. Чуть-чуть внутри кабина, ребята. Так, в общем, он тоже очень много уже работает. Добавил он вот такие вот баки еще дополнительные. Ездит он крифером. Говорит, уже целый месяц дает. Мейси. И уже едет вот домой. Сейчас там уже поднимается к себе домой. Так, я сниму я, как я загрузился. Забрал я вот такую Chevy Cruze. Вторая здесь у нас сверху Ford Fusion. Снизу у нас здесь идет Convertible Mercedes. По-моему, он идет CLK, да? Новая Дета. С 16-го или 17-го года. Вот, собственно... А что ты думал? Убежишь, а? Так, вот, собственно, Валюха Классик рулит здесь. С вами приветствуйте, друзья. Всем привет. Город Лодай. Заправляемся и... Жаль, что не попробуем плова. Разъезжаемся. Ну, что делать? Такая жизнь. Я надеюсь, такой встречи еще у нас будет. А то потом... Это случайно мы просто встретимся. Приезжай на выставку. А ты когда? В сентябре. Глав сделаешь. Я вообще в такие места никогда не ехал. Ну, а что? Хорошая идея. Можно попробовать. Я же еще новый, Валюх. Я же еще студент. А ты думаешь, кто я? Я же как бы в этом деле еще... Мне еще расти и расти, понимаешь? Это так. Смотри каналы YouTube-блогеров знаменитых. Владимир Шелл, Рукавель Кавас. И приезжай на шоу. Местных ребят я смотрю. Кого считаю нужным, я смотрю. Без никаких. Нормально есть. Много чего смотреть, видеть. Но именно в блогинге еще я новый. Так вот так вот я загрузился. Последнюю забрал я эту Ford Escape. Сверху у меня Volkswagen Beetle. И Honda Fit. Короче, детский лоуд. И две еще на Яльде. Надо приехать на Яльде, перегрузиться и завтра уезжать. Вот он, Валюха, уехал. Ушел, ушел, ушел. Всем привет, друзья. Всем привет. Сегодня у нас уже среда 8-го, 8-го, 18-го. 8-го августа сегодня. В общем, сегодня на Яльде я перегрузился. Вчера я ехал на Сан-Франциско. Загрузился, забрал оттуда я 7 машин. И 2 у меня уже были. В понедельник я забрал нас там по месту. В общем, сегодня перегрузился. И где-то в час дня уже выехал. По местному времени, по Калифорниску, уже выехал на дорогу. То уже еду потихонечку. Заскучился я за своей работой. Ой, ребята, соскучился. Правда, загружать тяжеловато было. Все-таки был у меня отпуск в районе 3-х недель. Может, чуть-чуть больше. Был я в Молдавии, в Гагаузии у себя на родине. Был я на Украине. Или в Украине вы меня. Извините, если я неправильно выговариваю. Но моя теща, жена моя, они родились и выросли на Украине. То есть, и они по сей день говорят на Украине. Не знаю, если они неправильно говорят, то я тоже неправильно говорю. Но в Украине или на Украине, для меня, как бы, такого особого значения это не имеет. В Одессе были у родственников. Спасибо Илюшке, что покатал нас. В Киеве были. В общем, все было красиво. Очень много там тоже красивых мест есть. Очень много есть где походить. Красивые города, старые. Но скажу я вам, что все-таки жизнь у нас здесь намного легче. Сама система во всем все так обустроена, что человеку намного легче во всем. Даже, к примеру, просто приведу. Поехал я сделать свой паспорт. Ну, Америка разрешает, как бы, иметь двойное гражданство. Молдавия тоже не против. И у меня уже старый паспорт был просроченный. И решил я пока там, думаю, там. Я на две недели сдал его, как бы, и за две недели он должен был быть готов. Но там столько всего. Этот процесс просто ужасный. Я не знаю, с чем это связано. Кто от этого выигрывает. Но это просто, просто вот в очень большом минусе. Люди вот так маринуются в этих очередях. Отсюда туда посылают. А тут как будто невозможно было вот это все сделать в одном этом. Вот тетка сидит. Там надо вам идти заплатить 20 лей. А как будто невозможно было сделать, чтобы вот прямо рядом, чтобы заплатить. И уже за один раз. Вот у нас здесь вот так вот даже. У нас здесь просто в конверт можно вставить фотку. Аппликейшн заполнить. И все отправил. На почту отвез. И все, ты его никогда больше получил паспорт. Я не знаю, для чего вот такие сложности. Потом таможни. Вот эти таможни это просто ужастик. Ужастик. Там реально страдает народ. С Украины переходить там в Молдавию. С Молдавии в Украину. Эти очередя. Там просто, просто... Я не знаю даже, как это назвать. А так, в общем, неплохо. Поехал я туда по причине того, что мне надо было чуть сделать зубы. Хотя у меня и здесь есть даже на зубы у меня есть, по-моему, 80% они покрывают медикал. Но это все занимает очень долгое время. И с моей работой я не хочу. У нас как бы с женой на эту тему постоянно вот эти терки. Она говорит, езжай здесь, сделай здесь. Намного как бы лучше качество туда-сюда. Но я все-таки, не знаю, мне вот эти их не здесь обойтмоты. Оно поехал, там чуть-чуть они что-то сделали. Все, приезжаешь в следующий раз, там сделают тебе опять назначат этот день. Как бы оно для меня, мне это не нравится. Я поехал за, грубо говоря, три недели там много чего они сделали. Даже один имплант поставили мне. И через шесть месяцев мне можно будет поехать обратно. И они просто туда зуб ставят. И все. А так, в общем, у меня все чики-пуки. Жизнь здоров. Дети, жена, все в порядке. Спасибо вам, что смотрите. За комментарии. Что оставляете лайки. Я знаю, я в последнее время чуть проленелся. Не так много снимал, но... Думаю, будут чуть-чуть это подтягиваться надо. Надо снимать побольше. Ну, меня очень радует то, что я уже выехал на работу. Соскучился я за работой. Все-таки вот эта дорога манит. Я не знаю. Те, кто не работает дальнобойщиком, если они это понимают. Но я думаю, ребят, которые ездили, они меня поймут. Вот так приезжаешь домой. Неделька вроде нормально. Так полторы. Уже вторую неделю. Все уже. Уже чувствую, что... Дорога тянет. Ну, как-никак. Уже 10 лет. У меня в этом году 10 лет. Это мой хлеб. И все эти 10 лет я работал только на автовозе. Один раз я попробовал, по-моему, два или два месяца там, короче, что-то было. Драйвент ягать. Это мне не понравилось. И вот. А так все время я работаю на автовозе. Ладно, что-то заговорился. Желаю я вам всем всего хорошего. И следите за движением. Так, добрый день, друзья. У нас сегодня уже 10 августа. В среду я выехал. Сегодня у нас уже пятница. В среду я выехал. Приехал я до почти города Беккерсфилд. Где-то в районе 240 миль. 220 миль где-то от города Сакраменто. И у меня произошла одна проблема. В общем, трак не может делать рейджин. И вот приехал я с Сакраменто. Сегодня у нас уже пятница. Вот человек сейчас старается разобраться, в чем проблема. Трак одним словом не хочет делать рейджин. И с этим связано где-то могут быть три причины. Но пока еще точно не могут понять самые-самые даже хорошие специалисты города Сакраменто. Я уже не говорю за себя. Ну, в общем, я уже отстаю, грубо говоря, на два дня. И сегодня я хочу выехать. Если он сейчас уже закончит, хочу выехать. Вот вдруг мой Колюнчик приедет, мне поможет. Коля, здрасте. Как дела? Ты знаешь. Ты все знаешь, да? Ну, надеемся, что вроде бы вот уже похоже, что найдется эта проблема. Вернее, мы с Колей сможем поехать. То есть по дням я приеду нормально, как и планировалось. Если бы я ехал бы один, то я в те же дни приехал бы, вот как если сейчас выйдем с Колей. Вот так я загрузился. Хочу вам показать. На хвосту снизу у меня Chevrolet Volt. Сверху у меня Honda Fit легкий. Он у меня, кстати, будет выгружаться последний. Но так как мне на хвост нужно было что-то легкое поставить, я его поставил на хвост. Придется чуть поработать нам, друзья. Перегружаться пара вас. Так. Это у нас здесь Mercedes CLK. Он, походу, будет у нас второй выгружаться в Джорджи. Этот Chevrolet Volt первый. Потом у нас здесь стоит красная. Это Volkswagen Jetta 2016 года. Здесь у нас стоит Ford Escape. По-моему, 2014 год. Сверху синяя это Volkswagen Beetle. Это Silver, это Chevrolet Cruze. Снизу G-37, по-моему, или 35-й. Да, G-35, четыре двери, Infiniti. И сверху Ford Fusion. Итого у нас девять машин, как обычно, ничего нового. Находимся мы с вами в городе Сакраменто. Стараемся, стараемся сделать трак. У меня у самого шансов никаких не было, потому что там нужен компьютер. Они заходят и даже с компьютером толком не могут разобраться, в чем проблема. Вот вам весь результат. На машине у меня у нас сейчас 340 кисточков. Коля пока отдыхает с надеждой, с надеждой, что будем ехать. И хотел показать вам, будем мы менять вот этот вот module. Вот этот module, который помогает или делает риджин. То есть через этот module, трак делает риджин. И здесь еще один какой-то этот Pressure Girl. И еще какой-то маленький, он сказал. Вот эти три. Короче, все вместе, на все вместе я сегодня отдал 780 долларов. 780 долларов и плюс за работу еще не знаю, сколько человек скажет. Но, как видите, он там вот лежит по тракам, в тенечке. И, как говорится, старается сделать. Вот там. Так что такие дела. Так, друзья, что вы готовы выслушать меня? Вот человек поменял вот этот вот блок, module. Вот. Вот этот вот блок контролирует, контролирует именно риджин, чтобы делала система, это выхлопная, выхлопных газов, да? И пока еще, пока еще не уверена, если в этом проблеме. Сейчас там он какой-то маленький, этот еще поменяет. Вот этот вот какой-то сенсор давления или Pressure Sensor, в общем, он называет. В общем, не знаю. Инжектор электроник. А то другой, наверное, Pressure Sensor. Здесь еще один из. Вот этот вот, он его уже, наверное, поменял. Да, вот этот вот Pressure Reading Valve. Ну, пока, пока результатов никаких. У нас уже вечер, 7-12 вечера, 10-го августа. И вот такая у меня проблема. Ну, слава богу, что Колюнчик согласился выручить. И хоть вдвоем уже в Тиме поедем с ним на Unstap. Поедем на Unstap, и я думаю, что по времени все будет хорошо, если только он сегодня сможет эту проблему сделать. Хотя, если нет, то уже буду держать вас в курсе событий. Но очень надеюсь, что у нас получится. Вот он сейчас вернулся и будет там то, чем нагревать, чтобы один болт там не может выкрутить. Так, друзья мои, вот у нас сейчас уже 7-42 вечера. Вот человек поменял все три эти запчасти. И все, вроде бы сейчас, видите, идет процесс Риджина. Вот это он не делал. То уже больше 10 минут, наверное, да? Минимум 10 минут, как он его выставил и делает Риджин. Если он его сейчас закончит, это говорит о том, что мы с вами сможем двинуться на Северную Каролину, друзья. Я реально очень хочу уже ехать, потому что я выезжал еще в среду, но видите, как получается. Вы просили, многие из вас просили снимать проблемы, какие есть. Вот это довольно-таки не такая маленькая проблема. Volvo D13, а еще все как полагается. Все по расписанию. Так что такие дела. Будем надеяться, что будет работать и мы. И мы с моим другом, с Галюнчиком будем ехать. Тимборд, Тимборд. Да, да, это мы будем ехать в Тимборд. Так что, пожелайте нам удачи. Не переключайтесь. Так, друзья мои. 8-19 у нас уже вечером. И он уже почти-почти закончил. Да, только что вот потух. Только что потух. И видите, вот это черное, вот это левел был аж вот здесь вот. А уже почти пустой. И это именно сгорание этого фильтра. То есть он сжигает. Так что пока все работает нормально. Сейчас он как только закончит, мы будем трогаться. Все. Вот по ходу. По ходу он уже закончил. Скинул обороты. И все. Вроде бы. Вроде бы он сделал. Но чекинжин пока так и не потух. Но этот Володя сказал, он потухнет, как только я проеду майло в 60-70. Посмотрим. Все. Коля закрыл капот. И мы сможем тронуться. Все. Пожелайте нам удачи. 8-20 вечера. Ну, 8-30 я думаю тронемся и все будет нормально. На улице очень жарко. Вечером 104. Но сейчас чуть-чуть это. Ну, вот на часах показывает 31 по Цельсию. 8-30, друзья. Все, мы тронулись. Чекинжин не потух. Он сказал, что в районе от 100 до 300 майлов он должен потухнуть. Мы вот только что выезжаем с Сакраменто. И надеемся, что уже все будет хорошо. Но уже этот суть левел, то что в камере сгорания вот это вот уже все чисто. И сможем мы ехать. Так что такие у нас дела. Что так долго он не дает зеленый нам? Так, друзья мои. Приветствую я вас всех. Сегодня у нас суббота. Сегодня уже у нас суббота 11 по-моему. Сейчас у меня нету, в траке остались. Мы уже находимся в штате Нью-Мексико. Остановили. Сейчас я пожарил какалобарку. И яичка. Позавтракаем и поедем. Так. Вот так вот, что мне здесь моя шалпатка. Пока у нас все нормально. Чекинжин потух. И больше не загорался. Потому что, походу, эту проблему мы с вами решили. Какие дела. Делает свое дело, друзья мои. Доехали мы до Албакюрки. И походу... Походу у меня второй раз накрылся мотор. Пошел, короче, в общем большой звук. Большой звук. И... Просто написала, что... Вырубать крак... Типа давление масло слабое. Масло все... Левел, как бы уровень, все нормально. Чекинжин не горит. Никаких, как бы, месседжес. Ничего нету. Вот такая у меня что-то неудачка с этой Вольвой. Сейчас будут тягать до дилера. Будут тягать до дилера. И... Завтра, в воскресенье. Завтра, короче, я как понимаю, мы будем отдыхать. В понедельник они только смогут взять его и сказать... Что это было. Ну, я уже примерно догадываюсь. У меня такая история уже была. Когда на траке было 50 тысяч... 51 тысяч пробег. То у меня уже такая история была. Но буду надеяться, что не так серьезно все, что... Но... По-моему... По-моему, здесь или вкладыш завернуло, или СПА, по-моему, что-то... Ну, похоже на вкладыш. Так что, такие дела буду вас бежать в курсе событий. И... Забрали мою Вольву. И... Будем везти... До дилера... Вольва дилера. Т-13. Будут смотреть... Что с мотором опять произошло. Такая у меня... ГОТОЧКА. Не, боже мой. Наверное... И... ВОЛЬВО МАК ДИЛЕР. И... они уже закрыты сейчас у них вот здесь вот есть вот такая парковка с левой стороны вот здесь вот и он сейчас попробует через вот этот бордорчик провести туда у меня трейлер как бы очень низенький сейчас посмотрим как она будет я думаю что пройдет других вариантов нет нормально прошел без никаких даже не зацепил короче это типуля сказал что здесь здесь очень много есть вот этих радус нэкс гремучек змеи он сказал когда будете если ходить смотрите что здесь происходит потому что если это зараза укусит то надо будет очень быстро скорая что приехала забирала очень опасная змея так что такие дела друзья сейчас он вот здесь вот вольво дилер вот но сегодня суббота уже поздно вечером завтра воскресенье в общем я думаю что понедельник утром они если смогут меня взять это уже будет нормально одно хоть радует что что не сильно жарко на улице реально погода хорошая не сильно жарко то с этой стороны будем нормально хоть паскин довольво меня уже второй раз разочаровала не знаю с чем это связано но если реально на моторе что-то будет серьезно то уже наверно оправдание никаких не будет первый раз у меня провернул коренной вкладыш на траке было 51000 сейчас у меня 340 на траке а на моторе походу 290 ползается 1090 тысяч на вот этот мотор они вот это поменяли мотор я думал дорого будет его туда потянуть но очень даже это хотя хотя просто раз мне гарантия покрыла посмотрим если они в этот раз тоже покроет но 340 долларов это я думал что серьезно будет но здесь 15 мая назад потянул балбик сет ну как бы на западную сторону обыкнуть так что такие дела друзья желаю я вам всем всего хорошего самое главное здоровье остальное все остальное все проходящий это конечно что у меня сейчас неприятно однозначно но нашей работе такое бывает одно что люди будут ждать я уже и так со среды я выехал в рейс со среды я вернулся обратно сделали мне трак вот этот рейдин не делал сейчас там все хорошо сильно падал подъехал тут все всем пока друзья я думаю на сегодня хватит уже завтра с понедельника начну сделаю другой бульвар здесь тракт или зацепка но я думаю есть что-то серьезно я возьму у них рэнд в трак один трак возьму у них рэнд и отвезу хотя бы эти машины скину а нет нет нет